73 общественные территории по всему региону вышли на рейтинговое голосование. Организаторы даже не ожидали, что выбирая участок Малой Родины или дизайн-проект обновления парка, жители области проявят такую активность. Первое место появки у Большого Нагаткина – районного центра Цельнинского района. Здесь жители решали, какой облик должен быть у парка семейный. Там будет проходить у нас велодорожка, как бы это впервые у нас Нагаткино. Вот, значит, у нас там находится рядом ЗАГС, и вот эта зона как бы облагорожена, будет устанавливаться мостик для влюбленных. Ответственно подошли к вопросу об устройстве общественных мест в Димитровграде. Здесь для продвижения программы создания комфортной городской среды организовали движение «Я здесь живу». На общественное обсуждение вице-столицы региона активисты вынесли 16 территорий. Данные проекты у нас были размещены на основных производственных площадках города Димитровграда, таких как ДАСНИАР. У нас были созданы прямо уголки по формированию комфортной городской среды, где люди имели возможность более подробно изучить, что будет и как будет выглядеть. Самое главное то, что каждый человек понял, что имеет возможность быть участником в создании данного проекта. Понимание действительно есть. Если переводить в цифры, то отметки в бюллетенях программы оставили 143 тысячи жителей региона. На подведение итогов главы районов и представители муниципалитетов, жители которых голосовали за комфортную городскую среду, делились впечатлениями. За парк, где готовый комбинат, голосовали большие большинство, и у нас уже в плане, начиная с этого года, будем приступать к работам по строительству данного парка. Где-то я сейчас про цифры еще обращусь. У нас участие приняло в интернет-голосовании по 365 человек. Из УРН достали около 1122 бюллетней. Глава региона не остался в стороне от выборного процесса. 18 марта в Карлинском Сергей Морозов проголосовал за благоустройство микрорайона Репина. На итоговом же заседании в правительстве губернатор напомнил собравшимся, что их ждет очень интенсивная работа. Время у нас очень мало. Март месяц заканчивается. Апрель прилетит, и не заметим, как традиционно, да, нам надо документально, организационно пройти экспертизу, разыграть деньги. Это все настолько, прошу прощения, с одной стороны понятно, с другой стороны муторно, значит, так сказать, и успеть начать делать. Суммы, которые потребуются для обустройства общественных территорий по итогам голосования, немаленькие. Но интерес населения компенсирует любые бюджетные затраты. У нас в стране, наверное, впервые в мире, и это действительно мировая практика сейчас подтверждает, в день выборов проведено столь масштабное голосование на территории Российской Федерации. 69 субъектов России приняло участие и организовало рейтинговое голосование по выбору общественных территорий в своих муниципальных образованиях. Областной центр в этом году продолжит возрождать парк Прибрежный. В числе лидеров рейтинга – парк дружбы народов, сквер на Московском шоссе, бульвар на Камышинской. Эти территории войдут в план благоустройства на ближайшие два года. Кроме того, в регионе продолжается пятилетка благоустройства, а для сельских территорий в 2018-м запланирована разработка собственной программы комфортной сельской среды. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok